Друзья, всем добрый день! Сегодня у нас ролик посвящен судейству и мы с помощью спортсменов Центра Олимпийской Подготовки хотим показать вам некоторые элементы судейства дзюдо. Начнем с контроля кимоно. Спортсмены у нас должны выступать в белом и синем кимоно. Кимоно должно соответствовать стандартам Международной Федерации Дзюдо. Спортсмен в белом кимоно должен выходить с правой стороны от арбитера, спортсмен в синем кимоно выходит с левой стороны от арбитера. Затем звучит команда Рэй, что означает поклон. Спортсмены выполняют поклон и заходят на ковер. Затем звучит команда Хаджиме, что означает начало схватки. Для того, чтобы остановить ход поединка, арбитер дает команду Мате, что означает соперники должны остановиться и дождаться последующих команд арбитера. А при завершении схватки звучит команда Сера Мате, что означает конец поединка. В судействе используются две оценки. Это оценка Япон, чистая победа, и оценка Вазари. Две оценки Вазари в сумме дают оценку Япон. Оценка Япон у нас дается за чистый бросок на всю спину, либо за быстрый амплитудный перекат. Также за проведенные спортсменом технические действия в партере, за болевой прием, удушающий прием и за удержание. При сдаче соперника также дается команда Япон. Оценка Вазари у нас дается за следующее атакующее действие. Это если спортсмен произвел атаку, и его противник упал на бок, либо был произведен медленный перекат, либо соперник упал на таз и выставил две руки. Также оценка Вазари дается при технических действиях в партере, а именно удержаниях. Если спортсмен выполнил удержание от 10 до 20 секунд, то дается оценка Вазари. При удержании на 20 секунд дается оценка Япон. Теперь перейдем к замечаниям. Оценка Шида дается за следующее неправильное действие. Если спортсмен получил три Шида, то он проигрывает встречу, и ему будет объявлена Хансо Кумаке. Спортсмен в белом кимоно борется с согнутой стойкой и блокирует борца в синем кимоно. За это ему объявлено замечание Шида. Также спортсмен в белом кимоно стягивает борца в синем кимоно в партер. За это ему объявлено Шида стягивание в партер. Спортсмен в синем выполнил нырок под руку. За это ему объявлено замечание Шида. Спортсмен в синем сорвал захват двумя руками. За это ему также объявлено замечание. Борец в синем держит односторонний захват. За это ему объявлено замечание Шида. Спортсмен в белом прошел в корпус и взял медвежий захват. Что также наказывается Шида. Борец с синем выполнил подсечку без захвата. За это ему также объявлено Шида. Сейчас два дзюдоиста борются на захватах, но никто из них не проводит атакующие действия. За это им будет показано замечание Шида и ведение борьбы. А сейчас будет рассмотрен вариант, когда оба спортсмена ведут пассивные действия. И за это им будет показано наказание Шида, так как они не проявляют активность. Шида за пассивное ведение борьбы. Обоим спортсменам. Время схватки у нас в дзюдо 4 минуты. По окончанию основного времени назначается дополнительное время. В дополнительное время победу одерживает тот спортсмен, кто произвел химическое действие на оценку. Либо если его соперник получил третье замечание, ему будет объявлено Хансо Кумаки. Друзья, это был ролик, посвященный судейству. С вами был судья второй категории Леонид Хромин. А также мастера спорта по дзюдо Шамиль и Шамсудин Умаевы. Всем удачи, до новых встреч. Окунайтесь в мир дзюдо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok